Продолжение следует... Вот центральные иголочки, которые вполне пойдут как грузик для машинки. Идеальные грузики, видите, очень маленькие, аккуратненькие, остренькие и в то же время хорошо оттягивающие. Наш рыболовный магазин любимый, где мы приобретаем массу таких грузиков, оттяжек совершенно разного размера, разного веса. Можно маленькие, можно большие, на любую необходимость. Итак, навешиваем рыболовный грузик на крючок. Но, учитывая, что крюк вот такой вот широкий, можно, конечно, сюда гайку навесить. Она как раз займет все это положение и будет очень хорошо, органично смотреться. Но если навешивать именно грузики для того, чтобы было посимпатичней, осталось только закрепить этот грузик. Закрепить можно, например, резиночкой для плетения. У меня, к сожалению, сейчас резинки для плетения нет. Я прижму это той же самой изолентой, которую я делала до этого. Просто зафиксируем посерединке наш грузик. Зажимаем его там. Сейчас лишнее отрежу. Зажимаем его так, чтобы он именно посерединке оставался. И просто слегка намотать. Никуда не денется, остается посерединке. Ну, это как вариант. Можно так делать. Можно, как я уже сказала, использовать резинку для плетения. Можно еще какие-то варианты изолента. Легко надели, легко сняли. Никуда не денется наш грузик. Ни за что не будет цепляться и очень красиво смотрится. Самое главное, удобно. И подходит для любого расстояния между иголками. Можно стянуть. Вот наш грузик. Навешиваем его на вязание. И отлично оттягивает. Если вам понравилось, нажмите нравится, поделитесь с друзьями. А также подпишитесь на мой канал, чтобы быть курсом всех обновлений. И до встречи на сайте Изба Вязальня, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машинки с нуля. Ваша Наталья Некрасова.